Это последствия пожара на улице Шевченко. Полностью выгорели крыши и третий этаж. Второй сильно поврежден. Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 17 часов 12 минут. Когда прибыло первое подразделение, пламенем была охвачена кровля на площади около 120 квадратных метров. Ситуацию усложнил сильный ветер. Возникла угроза, что огонь перекинется на соседние здания. Помимо этого, у спасателей не было информации о людях, которые, возможно, находятся в помещениях. Информации о наличии людей по прибытию первого подразделения не было вообще. Что и затруднило действие подразделения, затруднило направление подачи стволов на тех участках, которые нужно было направить на ограничение распространения. Потому что время по поиску людей, обследование помещений, жилых комнат занимает время. Когда мы уже получили информацию о том, что людей нет, полноценно приступили к локализации пожара, ну и, соответственно, к его ликвидации. В ликвидации пожара принимало участие более 60 человек и 23 единицы пожарной техники. Наработало 7 стволов дельта, 1 лафет и 4 звена газодымозащитников. Из-за сильного ветра площадь возгорания увеличилась до 450 квадратных метров. Оперативно отреагировала и газовая служба. Там были повреждены, значит, определенный был поврежден участок трубопровода газопроводного, именно непосредственно по данному адресу. И газовые службы тоже проводили работы по отключению участка газовых линий. Буквально через час после возгорания огнеборцы локализовали пожар, а в 19.15 воспламенение было полностью потушено. Но уже на следующее утро на место происшествия из Краснодара прибыла специальная комиссия, по итогам работы которой будет сделана экспертиза о причинах возгорания гостиницы. Руслан Душевский, Анапа, Регион.